В минувшие выходные традиционный комсомольский субботник на детской железной дороге в Запорожье собрал сотни участников. В преддверии 95-й годовщины ВЛКСМ на уборку вышли школьники и студенты, а также представители власти и общественных организаций. День комсомола для детской железной дороги – особый праздник. Она была построена по инициативе активистов Запорожской комсомольской организации в 1972 году. В то время здесь был небольшой вокзал и две платформы. Сегодня это самая большая детская железная дорога в Европе. Каждый год, собираясь на детской железной дороге, мы, естественно, вспоминаем начало строительства этой детской железной дороги. Это было такое событие, где в Запорожье будет детская железная дорога. У нас было столько энтузиазма, мы столько были находчивы, каждый предлагал свой план. И когда приходишь в этот маленький райский уголочек, ты ощущаешь, конечно, дуновение того времени и сегодняшнего. Вот детская железная дорога, она соединила это время и пространство. Я думаю, что сегодняшнее участие в этом субботнике, пусть он не такой большой, да, но то, что он проводится традиционно накануне дня рождения Ленинского комсомола, еще раз говорит о том, что мы не забываем прошлое, живем настоящим, но мечтаем о будущем. Субботник проходил с комсомольским задором. Сотни студентов из различных вузов Запорожья собрались на уборку не по принуждению, а по зову сердца. Мы как бы с энтузиазмом решили помочь организовываться, ну, такое мероприятие, поучаствовать. Нам не тяжело, в принципе, доброе дело сделать. Я решил просто прийти, хорошо провести время, немного поработать, ну, так вот. С образа коллектива пообщаться же тоже с людьми, но с новыми, разными знакомыми и познакомиться тоже. Все-таки приятно, что молодежь выбирает, ну, к примеру, там не поспать в субботнее утро, а все-таки прийти, сделать полезное дело, хорошо провести время, потрудиться, пообщаться. Это очень даже приятно. Коллективный труд всего за пару часов помог навести на детской железной дороге идеальный порядок. Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. После завершения субботника горячий чай и общий праздник. То, что студенты прививаются, вот это чувство коллективизма, чувство того, что действительно стоит собраться вместе, стоит провести несколько часов на свежем воздухе, пообщаться, поработать, ну, как всегда будет каша, как всегда будет чай. Студенчество было и остается авангардом молодежи. И очень приятно, что они к нам приходят, приходят не по принуждению, приходят с удовольствием, немножко поработают, немножко отдохнут, немножко пообщаются, и всем это будет только хорошо. Среди участников субботника немало представителей различных уровней власти. Все они воспитанники комсомола, который дал путевку в жизнь, привил чувство ответственности за порученное дело и научил быть настоящим руководителем. Постоянный участник традиционных субботников на детской железной дороге, народный депутат Украины Евгений Карташов такие мероприятия всегда поддерживал и старался на собственном примере показать их необходимость городу и молодежи. В этот раз, несмотря на занятости Верховной Раде, он также не остался в стороне. Евгений Карташов пожелал студентам продолжить лучшие традиции комсомольской организации, ставшей хорошей школой лидерства и работоспособности для многих поколений. Если кто-то хотел бы еще...